Мне кажется, как-то я сгорблен постоянно на видео, надо поровнее сидеть, как вы считаете? Вообще сидеть много вредно, надо периодически разминать спину. В общем, друзья, приветствую вас. В этом видеоролике мы поговорим с вами про анализ рынка по чистому графику. Я знаю, у меня есть такой пласт аудитории, которые любят подобные видеоролики. В целом я сам являюсь адептом технического анализа, несмотря на то, что я неплохо разбираюсь в Global Macro, неплохо могу посчитать стоимость компании, прочитать ее финансовую отчетность. В общем, в фундаментальном анализе я тоже разбираюсь неплохо, но тем не менее я беру от разных видов анализа лучшее. То есть, соответственно, тут мы можем получить понимание с этой стороны по компании, а здесь с этой. То есть, я не являюсь каким-то, знаете, приверженцем, что я там только теханализ и все. Или наоборот, только фундаментальный анализ и все. Мне кажется, это не очень правильно. Вот, а начнем мы с вами этот видеоролик, пожалуй, с биткоина. И вчера в телеграм-канале я опубликовал пост, где, в общем-то, поделился своими мыслями по поводу текущей ситуации. И ситуация была, значит, выскочит где-то картинка сейчас. Сейчас, значит, ситуация была следующая, биткоин поджал уровень 50, то есть был флэт, значит, на уровне 50. Было видно, что здесь вот эти все падения выкупают. И в целом тут формировались условия для того, чтобы биткоин, соответственно, совершил импульс, который по факту мы, в общем-то, с вами увидели. Что мы с вами имеем вот прямо сейчас? Вообще, давайте я предлагаю рассмотреть картинку несколько шире. То есть в целом мы видим по биткоину достаточно мощный аптренд, то есть вот у нас выход объема, то есть вот у нас тест объема. Уровень 40 тысяч, просто цена пролетела и не заметила. И, в общем-то, достаточно быстро мы дошли до отметки 50 тысяч. Тут тоже мы видим поджатие, то есть более большое. Потом мы увидели вот этот вот локальный паттерн. Сейчас на фоне мы видим выход объема и вроде как продавцы пытаются продавить цену. Но с учетом вот этого фона, все-таки, несмотря на вот эти какие-то небольшие медвежьи сигналы, больше шансов на то, что рынок продолжит свой рост. И в целом, если открыть еще дневной таймфрейм, мы увидим, что у нас есть аптренд, у нас есть коррекция к этому аптренду. И, соответственно, у нас сейчас мы находимся в бычьем импульсе. Поэтому больше шансов все-таки глобально, если смотреть на картинку, больше шансов на то, что биткоин идет в район своих исторических максимумов. Кстати, забыл сказать, что в телеграм-канале сегодня, наверное, уже в момент выхода этого видеоролика выйдет статья. Она будет посвящена такому паттерну, как крест смерти. Вообще, я являюсь адептом технического анализа по чистому графику. Но некоторые моменты, в принципе, можно также использовать и при помощи индикаторов. Это перевод англоязычной статьи, небольшая компиляция. Есть человек, который сейчас мне уже помогает с ведением телеграм-каналов. То есть мы стараемся делать больше какой-то полезной информации, то есть давать обществу больше пользы. То есть в целом вот эта вот концепция, она мне очень сильно близка с точки зрения ведения бизнеса и так далее. То есть ты даешь обществу ценность, общество, соответственно, платит тебе взамен. Это вот моя философия и я ее транслирую как людям, с которыми я работаю, так и своим клиентам. Вот, поэтому мы стараемся делать больше ценностей. Будем переводить, соответственно, полезные статьи, которые, по нашему мнению, являются полезными. Что-то писать самостоятельно. Если это вам интересно, то в телеграм-канале вы это найдете уже прямо сейчас. И, соответственно, этого будет больше в ближайшее время. Поэтому проходите и подписывайтесь. Дальше, о чем мы с вами поговорим? А поговорим мы с вами, пожалуй, про индексы. Конечно же, поговорим с вами про S&P 500. S&P 500 тоже находится в очень мощном аптренде. И вот эти вот все признаки, то есть все намеки на то, что мы вроде как приостанавливаемся. Ничего, как бы рынок не останавливает. Никаких, соответственно, медвежьи сигналы не срабатывают. И мы видим, что просто шортистов выносят. То есть, соответственно, появляются медвежьи сигналы, набираются шорты. Дальше, соответственно, цена начинает расти. И, соответственно, вот этот шорт, который был набран, он начинает крыться. И, соответственно, это еще больше, еще сильнее двигает цены вверх. Этот паттерн достаточно долгое время работал на акциях Tesla. Tesla была лидером по короткой позиции на рынке. Там какие-то огромные суммы были. И постоянно-постоянно приходили новые шортисты, их выносили, соответственно, цена улетала. Приходили потом еще шортисты. Так, типа, ну же дорого же, Tesla дорогая, надо ее шортить. Вот, поэтому я не люблю шортить акции, я не люблю шортить рынок. То есть, единственная позиция, которую я могу занимать, это увеличение кэша. Все, то есть, никаких шортов я в своей работе не использую. С точки зрения графика, здесь все тоже более-менее понятно. То есть, вот этот вот флэт формируется. Любые падения в рамках этого флэта выкупаются. На фоне очень мощный аптренд. Поэтому тут тоже очень важно. 4500, соответственно, вот цена на нем лежит на этом уровне. Никаких признаков продавцов нет. То есть, пока что аптренд продолжается. И шортисты продолжают питать этот аптренд своей кровью. Значит, что касается NASDAQ. Картинка ровно такая же. То есть, тут в прошлое видео, посвященное техническому анализу, было... Здесь я говорил о том, что формируется очень мощный импульс. В начале мы увидели достаточно неплохую коррекцию. И только после этого импульс. Тоже никаких признаков медвежьих пока что не видно. По крайней мере, в моменте. Это не значит, что они там не появятся завтра. Но в моменте, в принципе, тоже за продажи, за коррекцию ничего нет. То есть, очень мощный аптренд. В целом, слабые данные по рынку труда этому способствуют. Это означает, что FED сокращать программу свою не будет. То есть, ликвидности больше, денег больше. Рынк деньги любят. Как, в принципе, и мы. Что уж греха таить. Вот. И, соответственно, продолжается рост. Ну и давайте теперь поговорим. Последний инструмент, про который я хотел бы поговорить. Это золото. Золото, хоть я его не очень сильно люблю. Последнее время, не считая этот инструмент, интересным. В принципе, золото в последнее время особо никуда не растет. То есть, стоит в таком широком флете. Но вот сейчас мы видим достаточно интересную картинку. То есть, золото поджало вот этот вот технический уровень. Сильный. На фоне мы видим с вами достаточно быстрое снижение цены. И быстрый выкуп. Что говорит о наличии огромного спроса на этих ценах. То есть, потому что мы увидели, во-первых, большой объем. Во-вторых, очень быстрая, соответственно, реакция цен от уровня, от объемов вверх. То есть, здесь очень сильный дисбаланс. И, в целом, эта картинка говорит о том, что есть шанс у золота пробить вот этот вот уровень. И, соответственно, двинуть цены вверх. Ну и еще один инструмент с вами посмотрю. Это акция Alibaba. То есть, была рекомендация. По ней я выпускал одно, по-моему, последнее видео на сегодняшний день. Ну, кроме этого, это видео, посвященное акциям Alibaba. Давайте рассмотрим ее техническую картинку. То есть, что мы с вами здесь видим. То есть, акции последнее время сливали, сливали, сливали. И здесь мы видим выход объема. То есть, выход объема и остановка. То есть, что-то похожее, что мы наблюдали с вами на золоте. То есть, похожий паттерн. И мы видим, как реакция от этого объема пока что вверх. Если мы откроем более мелкий таймфрейм. Давайте откроем часовой график. Здесь мы видим такой вот паттерн, который формируется. Он еще и называется чаша с ручкой. Но его можно использовать, можно не использовать. Я, если честно, этот паттерн не использую. Ну, то есть, просто адепты классического технического анализа могут здесь это увидеть. В принципе, можно, не знаю, какую-нибудь голову с одним плечом увидеть. Я не знаю, ну, что-то там. Там рога и копыта. Вот. Я смотрю несколько проще на рынок. То есть, для меня есть покупатели-продавцы. Есть, соответственно, реакция на какие-то вещи, на уровни, на объемы и так далее. То есть, какие-то признаки, которые мне помогают определить наличие дисбаланса в рынке. Потому что именно дисбаланс двигает цены. То есть, аптренд – это дисбаланс, соответственно, в сторону спроса. Даутренд – это дисбаланс в сторону предложения. Все. И, как бы, вот в чем заключается мой подход. Так вот, что мы здесь видим? Мы видим выход объема, реакция от этого объема вверх. То есть, последние несколько дней достаточно медвежий. То есть, у нас здесь вот был уровень. Здесь мы нарисовали ложный пробой. И, в целом, есть вот в моменте, конечно же, медвежьи признаки. Но более глобально, более глобально все-таки больше шансов за то, что этот даутренд либо находится в завершающей стадии, либо уже завершен. Потому что, ну, смотрите, когда вот мы… То есть, я часто объясняю своим студентам. То есть, когда у нас есть условно некое падение, и мы на этом падении покупаем там акцию или там какой-то другой актив. Купить здесь – это утопия. То есть, мы всегда купим либо здесь, либо здесь. То есть, либо как бы слишком рано, и еще придется там потерпеть какую-то коррекцию. Либо там с опозданием, и уже дно пройдет. То есть, купить вот по каким-то лоям – это практически невозможно, хотя иногда получается. Вот, поэтому с точки зрения там фундамента, смотрите предыдущее видео, с точки зрения технического анализа, вот первые признаки приостановки вот этого падения, в принципе, этого достаточно с учетом понимания фундаментальной картины, с учетом понимания справедливой стоимости данной компании. В целом, этого достаточно для того, чтобы войти в рынок. Ну и последнее, друзья. Если вы хотите больше узнать про технический анализ, по чистому графику, про то, как я анализирую, то есть, какие техники я использую, то вся информация будет в рамках инвестиционного клуба Modern Ransi. Открывается она сразу же после вступления, то есть, все лекции вы найдете там. А завтра в 8 часов по Москве мы проведем практику. То есть, мы посмотрим компании, какие компании интересны с точки зрения графика, какие неинтересны, поговорим про потенциальные точки входа и так далее, и так далее. Поотвечая на ваши вопросы, рассмотрим анализ, который вы мне пришлете. То есть, будет полноценный практикум. Завтра в 20 часов по Москве. Поэтому, если вам это интересно, по ссылке в описании будет клуб. Вступайте в данный клуб. Сразу же вы увидите там все необходимые лекции, то есть, всю необходимую теоретическую информацию. Кроме того, в рамках клуба вы получаете огромное количество информации. То есть, это еще курс по построению портфелей. Это лекция, посвященная продаже опционов. Это материал, посвященный профилю рынка. На следующей неделе мы проведем семинар, посвященный Global Macro и аллокации активов. Наверное, на этой неделе выйдет подборка акций от такого провайдера, как ЗАГС. И ближе к концу месяца мы проведем семинар, посвященный конкретным инвестиционным идеям. В общем, в рамках клуба вы получаете огромное количество как теоретической информации, так и практических решений по сегодняшнему, по текущему рынку. Поэтому, все подробности в описании. Если все это вам интересно, вступайте в клуб и будем с вами на связи. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео понравилось. До новых встреч. Пока-пока.